Что касается наших политиков и бизнесменов, которые привыкли отдыхать на Западе, то мне кажется, что наше государство может им порекомендовать отдыхать. У нас в России, кстати, огромное количество замечательных мест. Это я говорю совершенно официально, как человек, который очень много гастролирует и живет совершенно в различных... То есть очень часто мы живем где-то в загородных каких-то резиденциях, и прочие нам предоставляют какие-то условия совершенно замечательные. И я обратила внимание, какое количество мест, с которыми ни один Запад не сравнится, есть у нас в России. Просто как бы принято... Русский человек, он такой, так сказать, любит пафос, да, и любит рассказать, что я там в Австрии на лыжах катался, где-то там Мальдивы, туда-сюда. То есть само произношение вот это. Это, видимо, связано, так сказать, с тем, что вот с нашим, так сказать, недобором, с нашими закрытыми границами, недобором вот этих вот, так сказать, пространственных, так сказать, ощущений и выхода куда-то там, выездов на Запад, сейчас люди до сих пор добирают, скажем так, то, что они недополучили когда-то в юности. А сейчас, так сказать, имеют деньги, вот они как бы считают, что... Ну вот сейчас вот мы там по всему миру... Замечательно, друзья, но Россия огромная страна, и у нас действительно масса прекрасных мест. И, ну, что касается... Опять-таки, мы можем рекомендовать, я считаю, что государство может рекомендовать людям где-то, так сказать, отдыхать в России. Но выбирать, мне кажется, имеет право человек, каждый сам для себя, то, что, так сказать, хочет и считает нужным.